Это уже последний сюжет То, что я рассказываю, оно кому-то надо Вот, с детства помню выражение Как же называлась эта книжка? Стажары, по-моему, стажары И там была фраза Если звезды светят, значит, это кому-то нужно Прекрасная фраза Я надеюсь, что это такой же случай Посмотрите на это чудо Вот, как с этим разобраться? Итак, если бы мы обратились в битву экстрасенсов Вот, и сказали Ага, вы такие фантастические люди Вы умеете, знаете вещи Вот, что вы можете сказать Я бы задал вопрос Что вы можете сказать про эти груши? Вот Чем, что в них общего? Это один сорт, разные сорта Ну, конечно, кто-то бы сказал Не задумываясь, конечно, разные Вот, да еще повел бы вот так руками Вот так это А кто-то бы сказал Нет, вопрос подвохом Черт его знает Но на всякий случай скажу Что это один и тот же сорт Вот, тем более, если слышали фамилию Железова Значит, что-то опять что-нибудь намудрил Хе-хе-хе-хе Итак, перед вами, друзья мои, загадка Давайте так Конечно же, если бы это были разные сорта Я бы, это разговор бы не затевал Значит, уже только логически Можно предположить, что Железов намудрил Что намудрил Железов? Не собирался я мудрить, друзья Помните, как там Кинокомедия Не виноватая я Хе-хе-хе-хе Вот тут уже можно говорить Без трагизма Когда я рассказываю, как убивают деревья И учат Самое страшное никогда убивают Вот, учителей же фактически Садов-то нет А они учат других Чтобы у них тоже садов не было И вот я сейчас вам рассказываю Впервые Чуть-то не первый фильм Без трагизма Без этих Это самое Так сказать Мрачных мыслей А наоборот О интересном И загадочном И Знаете, когда Упоминаешь Лысенко Мичурную генетику Многие сразу Становятся грустными И готовы Тут же фильм отключить Смотрите Насколько это интересно У меня же Многие вещи Да, вот смотрите Сейчас целый класс Появился персиков Да Ведь началось С одной почки А вы видели Какой персиковый сад У Чернобаева Это самое Там Дети, внуки Той самой почки Моей Да Вот И так же много-много-много Одна почка А потом пошло-пошло Ведь здесь же Этот самый Сольбай Левицкий же сад Тоже когда-то с одной почки В тысячах садах растет На рынках Бедра стоят С плодами Размером Триста, сорок, пятьдесят Даже шестьдесят грамм Вот Все с одной почки И вот Показывает Такой же пример Но пример Один из загадочных У них много Я хочу Чтобы вы стали Ну Представим себе Летчик Командир Стратегического Бомбардировщика Который каждый год Каждую Чуть-то не каждую неделю Атомные бомбы Возят Доль границ С это Самой С Евросоюзом Как бы Это не грустно было Да Вот Ему это надо Вот А по-моему Надо Вы знаете Что Без сада Без вдохновения Невозможно Вот И мне бы хотелось Чтобы пожили Такие вещи Но Чтобы вы знали Границу возможного Видите Какое вступление длинное А теперь к делу Итак Я достаю Веточку Пробую плоды Груши Которые называются Лесная красавица Ну Вот И Видите Вот эти груши По краям Да Вот такими грушами Только Правда Они еще длиннее были Вот Может поуже Но подлиннее Такие встречались Меня угощали Вкус был Прекрасный Ну Как сказать Просто хороший Я взял И вырастил Два дерева Одно посадил Соседу Одно себе И наблюдал Больше места не было Почему пришлось Второе дерево Соседу садить Вот И за время наблюдал И у меня О ужас О ужас Ветка-то Срезал-то Сам Я В чужом саду И у меня Вместо вот этого Чуда Вот оно Так Которое я ожидал Выросло вот такое Но Это год Не показательный Дожди 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 Видели у меня Даже Некоторые плоды Я показывал Специально Были паршой покрыты То есть Такими пятнышками Черными Вот Окрашивается И у меня Такое впечатление Что Я сошел с ума Или я Просто настолько Как-то умудриться Было Срезать Черенки Совершенно Видимо Из другого дерева Ну что Казалось бы Общего Мало того Когда у меня Случился Первый урожай Ну допустим Там Штук 40 Груш Вот Я с дерева Распробовал Не понравилось Ну все Мечтал Об этом чуде Скажите Согласитесь Что это чудо А вы знаете Что в пусть На свете Нет вот этой Ну вот Теперь возвращаюсь Все таки К этой Моей неудачнице Вот Итак Получил вот такие Плоды Невкусные Я всего лишь Я рассказывал один раз Ну не каждый же видит Все фильмы Я подождал Не подождал Я махнул рукой Мне их лень было собрать Спилить всегда успею Или там срубить дерево И забыл И уже когда вот так вот Такой же был Нет Ой обманываю Не ранний снег Листвой когда накрыло Я проник И тем более забыл Потом Когда мы проходили Мимо с гостями Вот Я увидел Или кто-то Не помню Кто-то из нас увидел Что выглядывает Груша из-под листвы Поднял Попробовал Гость И сказал Слаще в жизни не ел Я махнул рукой Проводил их Потом меня это заело Ну я-то пробовал Она же невкусная А прошло недели три Как она лежала И это И ее накрывала Листой Я возвращаюсь Поднимаю грушу Господи Ее есть Это самое Это же райская Пища Это в районе Может быть слаще И вот я Успокоился Думаю Все-таки Думаю как Ну хорошо Мне попался Прекрасный сорт Но лесной красавец Тут и не пахнет Ведь грушу Не зря красавицу Назвали Вы не смотрите интернет Когда вы наберете Лесная красавица Фото Вот эти три слова Груша Может четыре слова И там будет Длинная фотогалерея Каких там только Груш под этим видом Ну вы же понимаете Продавать то надо Саженцы Что угодно Там поналепят Вот В общем там Множество сортов Причем из них Из 199 К лесной красавице Отношения не имеет И вот значит Я успокоился У меня есть Скромная Но замечательная Груша Кстати окрашивается Но в этом году Не окрасилось Полтора месяца Дождь и ранний снег Вот То есть Получилось так Что не хватило солнца Но вкус изумительный Вот Что не отнять Полежала Полежала Это же снято было Не сегодня Вот Полежала Полежала Где-то она уже у меня В общем Есть Она такая же уровня Как эта Но Все таки Получается Что это Разные сорта И вот Одно из моих Открытий Которое постепенно Одно из многих Моих наблюдений Которое совершило Переворот В моем сознании И надеюсь Научном сознании Произведет Потому что Это вам не шутки Вот Здесь вам не тут Здесь вам Не там И здесь вам нигде Почему Сейчас поймете Вот Я сильно Обижаюсь Современную науку С ее равнодушием И не любопытством И так У меня получились Плоды такие У соседа такие И так продолжалось Лет 10 Вот Урожай прекрасное И это самое Перестало подмерзать Это все таки Бельгия Если это все таки Лесная Но я уже решил Что это не лесная Ну и бог с ней Вот Зато вкусная В этом году Нет не так Несколько лет назад Я Подарил Черенки Чернобаева Это с его сада Это Было снято Несколько дней Ну может недели две назад С его сада Мы сейчас только были В этом саду Видели эти молодые груши И видели уже Дерево усыпано Этими грушами В одном из фильмов А несколько лет назад Я еду с деревни Проезжаю с Изою Нет не так Я еду Да Проезжаю с Изою Голосует женщина Не успели мы доехать до моста Как она успела сказать Какая А я же саженцы Начал продавать такие У меня был период Долго Грустный Мрачный Денег нет Вот Кроме пенсии Ничего нет Я 51 год Ушел на пенсию Вот Пенсия ниже средней По России Я начал Некоторыми вещами Торговать Ну Называя вот это Красавицей Позорюсь Потому что Вижу что вроде Не лесная Но Где то в душе Что все таки лесная Так А про эту красоту Начал забывать И вот она Сидя в машине Говорит А саженцы Уже продавал Вот этой Константинович Какое у меня Выросло Это дерево Какая груша Плоды Огромные По 400 450 грамм Я шарел Говорю Вот извините Вы в город Торопитесь Давайте Разверю машину Пойдем к вам Потому что Вы меня Сейчас с ума Сведете Вот Разворачиваемся Приезжаем К ней В Сизой На участок Заходим Крупнее Вот этой Правда Она была Зеленая Вот эта Красота Зеленая Но крупнее Вот эта А у меня Крупнее Вот этих Кто уже Много лет Не было И фотографии Есть И фильмы Есть Вот Ага Пол дела Сделано Все таки Она может быть Огромной И все таки Я все Назывался Назывался Красавица И написано Было Поверите Нет Новая Зеландия На том Конце Света Ооо Как здорово Сказал я Все таки Форма Соответствует А размер Нет Вес Нет Я тогда Снова Решил Ждать И вот Когда Вот это Получилось Вот Я подхожу К своей Дереву Так И что я Вижу Плоды Все такие Вот она С этого Дерева Но на Самой Верхушке С 3-4 Плода Вот такие Вот И тогда Я сказал Себе Что Друзья Значит Вот этот Разброс Возможен И это Оказалось Правда И это Лесная Красавица И это Лесная Красавица А теперь Вопрос Как это Получилось Ответ Мой Такой Ответ Хотя На меня Зрятся Когда я Себя Называю Мичуринцем Милосенковцем Еще раз Говорю Я Сторонник Агронома Лысенко Я Сторонник Садовода Мичурина Давайте На этот Момент Забудем Что Один Академик А другой Еще Президент Академии Вот Я хочу Сказать Что Это Очень Доблюдательные Люди Мичурин Значит Посмотрите Его фильм Там есть Слово Которое Да Просто Даже Художественный Фильм Ведь он Взят Из жизни Это Не значит Что ему Какие-то Слова Приписали Нет Они Действительно Прозвят Мичурину Изменчивость Но Я вам Сейчас Предлагаю Варианты Какие Итак Генетика ДНК Жесткий Вот Этого На Одном Чтобы Вот С одной Почки Еще раз Говорю У меня Пошло Все С одной Почки Почка Превращается В дерево С дерева Берутся Черенки Попадает На Другое Дерево Но Подвое Это У Чернобаева Уже Другой Он Тоже Горит У Сирийской Но Он Мне Мне Не Брал Где Он Брал Вот Так Вот Поэтому Давайте Друзья Мои Один Момент Вот Таким Вот Образом Значит Генетика С его Жесткой Конструкции ДНК Не Проходит Вот Теперь Цепляемся Это слово Мичурина Изменчивость Изменчивость Значит У него Получается Другая Почва Уже Немного Другое Дерево Вот А дальше Ну Не только Почва Многих Факторов Вот Климатические Широта Он Даже Излучение Слово Применил Где-то В одном Из своих Статей Слово Излучение Вот Ну Не космическое Как-то Он его Обозвал Ну То есть Все Серьезно И Вот Я Пытаюсь Это Объяснить Как Теперь Мое Объяснение Чтобы Меня Не считали Получите Такие Плоды Вот Когда Железу Сергеевым Вышлет Радуйтесь Вкуснее Не бывает На свете Даже В раю Получите Такие Плоды Радуйтесь Вдвойне Но Никакого Обмана Нет Никакой Халтуры Здесь Просто Произошло То Что Произошло Итак Внимание Деревья Плодовые Появились Раньше Нас Людей Можете Отнести Это К Божественному Происхождению Может К тому Что Селекция Природа Шла По принципу Семена Брали Самых Наиболее Сладких Плодов И не получали Преимущество При разносе Семян И по разножению Фактически Вот А человек Появился Недавно Ну Что Из этого Следует Человек Мешался И начал Создавать Разные Условия Представляете Когда Латинков Отправляют В Канаду Черенки Близний Свет Представляете Где родина Этого чуда Вот Лес Возле В Бергии Возле Какого-то Там Поселка Где Была Найдена Фермером Представили Вот Это Мне говорят Не Это Не доказательство Что Она В лесу Росла Птичка Из культурного Сада Принесла Но Что В культурных Садах Ничего Близко Такого Бергии Не Обнаружилось За 19 Век Это Вам Поставлено На поток Где Буквально Это Самое Сейчас Это Инженерия И Это Самое И промышленность Сейчас Садоводство Любительское И Научство Фактически Превратилось Исчезло Появилась Индустрия И вот Не было Человека Вот Эта Красота Была Ну Как Была Шли Ледниковые Периоды Вот Снова Уселся Не Смог Выполнить Программу Показать Вам То Что Надо Делать Перед Самой Самой Зимой То Есть Вертикальный Прикоп Изобретенный Мной Это Панацея Потому Что Я уже Говорил Вам Скажу Хотя Бы Словами Вспомните Последние Предпоследние Зимы Вспомните Сырую Почву Почти Всю Зиму Подмосковье На многих Других Регионах Представляете Что Прикоп И Делается Правильно Саженцы Гниют Посаженные По стандартной Схеме Но Извиняюсь Вертикальный Прикоп По моему Я так За все Годы Что Снимаю Фирмы А это Года Два Так и Не показал Только Фотографию Вот Прошу Прощения Кажется Порох У меня Все Таки Закончился Ну Вот Я уселся У Окошка Снова Показываю Прекрасные Груши И Утверждаю После того Когда я Этой осенью Увидел Вот Такие Груши Висели Далее того Часть Была Порошой Слегка Потрачена Показывал И это Все По-честному Она Подвержена Влиянию Сырости Не Отрицаю Вот Вот Этот Выдающийся Сорт И Эта Нелесная Красавица Ну Красавицы Вы не найдете Наверное В природе Да Груши Красавицы Можете Найти Ну Разве что Лесной Красавицы Ой Разве что Нарядный Фимов Не уступит Красоте А А Вообще То Я вам Скажу Да Грамм Триста Тут Точно Есть Ну Ладно А Вот Это Едва Лени Больше Той Вот Так Ладно Полюбовались Итак Я Железу Окончательно Утверждаю Первое Что Никакой Халтуры Нет И Быть Не Может Что Это Один И Тот Ж Сорт Что Это Почки С Которые Были Выращены Саженцы Это Почки Когда То Были На Одном Дереве На Самом Первом Которое Здесь Привил Из Которого Брал Черенки Чернобаев Которому Я давал Черенки Чернобаев Вот Так Вот Ну Еще раз Говорю Я Торжественно Заявляю Ребята У меня 66 Да У меня Лучесад Как Минем Сибири Извините За Панибратство Я обращаюсь К ученым Вот Таким Тоном Уже Ребята Проснитесь Займитесь Настоящим Садоводством Очень Вас прошу Не надо Чтобы Простой Любитель Чернобаев Утирал Вам Нос И главное Чтобы У вас Это Получалось Вернитесь К Мичурину Изменчивость Имеет Место Быть Ей Надо Пользоваться Ей Надо Пользоваться Вот Это Слово Изменчивость Которое Мичурин Пострадал Так Что Его Имя На Всякий Случай Постарались Забыть Вот Это Слово Изменчивость Находится Перед Вами Вот А Я Еще От Себя Добавляю Вегетативные Гибриды Это Мое Мнение Есть Два Полярных Мнения Мнения Науки Их Нет Кстати Вот Они Перед вами Лежат Но Их Нет Месяца Мне Померечилось И вы Включили Компьютер Во сне И видите Сон Нету Их Это Крайнее Мнение Науки Противоположное Мнение Мичурина Колыцов Луисенковской Школы Что Они Есть И имеют Право Быть И Мое Мнение Железово Особое Из двух Оно Третье Вот Как всегда Особое Мнение Оно Заключается В том Что вы Видите Вегетативные Гибриды Что То Что Это Что В центре Что Справа Что Слева Но Они Не Повторяются Если Если Проведет Анализ Генетический Вы Видели Каждый Раз Некоторые Изменения Бродских Называют Микро Изменения Вот А Иногда Они Вопиют Вот Это Крайний Случай То Что Вы Видите Перед Собой Они Вопиют Они Говорят Возвращайтесь К Мичурину Используйте Свойства Насыщения Ментора По Мичурину Используйте Свойства Досвоения Ментора По Железову Придумал То Что Называется Насыщение Ментора Хотя Это Все Рано Школа Мичурина Просто Я Придумал Практику Особое Условие Да Я Когда Это Придумал Вот Я Наоборот Пытался Сохранить Эти Качества Вот Эти Вот Чтобы Вот И Такое Было Всегда Такое Получил Такое А Чернобаев Такое И Получается Так Что Я Рано Или Пришел Вывода Игитативные Гибриды Существуют В единственном Числе Даже Если Вы Привьете На Что-то Вы Уже Абсолютно Копию Не Получите Вот Вот Это Крайний Разброс Остальное Будет Промежутки Между Эти Почему Пытаюсь Я С С Своим Свиным Рылом Влезть Калашный Ряд Со Своим Объяснением Итак Были Ледниковые Периоды Были Времена Когда климат Был точно Как в рай А может и рай Был на земле Раньше И вот в этих Условиях Одно и то же Дерево Существовало Если было Худо Расцветало Лучшее качество Если было Наоборот Климат Был мягче Позволял Вот И И то И то И то Откладывалось В ДНК В генетике Получился Полный набор Вариантов А у каждого Дерево Есть компьютеры Ну да Мне кажется Компьютер Не в дереве А там На небе Потому что Мы не можем Найти Вроде бы Разумно И все Они прекрасно Реагируют Как все Как положено Вот Но не находим У них Ни мозгов Ни компьютера Но где-то Компьютер есть Или у них Внутри В деревьях Или на небе Команды Знаю Да То что Семена Получают Команду С неба Это я уже Установил Точно С неба С неба Вот И Не буду Разознать Тем Меня и так Уже обзывают Так вот Значит Раз команды То есть Так Раз есть компьютер Он посмотрел Ага Перевезли его За тысячу километров Он схватился За голову Или погиб Или Приспособился Для этого У него есть Особый набор Генов Именно на этот Случай Холоднее Будет Смотрите Почему он Два раза Мельче Значит У него Два раза Больше семян Значит Это что На случай Когда холоднее К слову Сказать У Чернобаев Теплеще У меня Зимой На пару градусов Вкладывается В эту гипотезу Вкладывается Вот Значит В ближайшие годы Начнется Прекрасный Допустим Климат Они Даже Это же Дерево Должны На верхушке Несколько Таких Плодов Почему Там больше Солнца Вот Дало И Получается Так что Третье место Попадает А там Допустим Подбой Совсем Другие И так Далее Все На этом Друзья мои Я заканчиваю